Пик пожароопасного периода называют сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям в середину лета. На прошлой неделе в области произошел один случай лесного пожара. Причин, почему происходит возгорание, несколько. Непотушенные костры, брошенные окурки, спички, сжигание сухой травы. Беспечность граждан приводит к необратимым процессам. О статистике и фактах рассказали на брифинге. Прошлая неделя для огнеборцев, как и предыдущие, была напряженной. В области зарегистрировано 9 пожаров. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Беспечность граждан по-прежнему становится причиной многих возгораний. За прошедший период 2022 года зарегистрировано 368 пожаров. В 2021 году 507, уменьшение на 27,4%. Количество погибших на пожаре 31, в том числе 6 детей. В 2021 году 25 человек, в том числе 1 ребенок. Увеличение на 19,4%. И травмированных 6, в том числе 1 ребенок. В 2021 году 6. Изменений нет. От отравления угарным газом без возникновения пожара в результате несоблюдения правил пожарной безопасности погибло 0 человек. В 2021 году 2 человека. Особое беспокойство у огнеборцев вызывают лесные пожары и пал травы. С начала пожароопасного периода наибольшее количество возгораний травостоя. Зарегистрировано в Костанайской области 38, в Алтонсаринском 28, в Узенкольском 27, в Саракольском 17. Непотушенные костры, что разводят граждане во время отдыха – беда для пожарных. На прошлой неделе произошел один случай лесного пожара. Основной причиной лесостепных пожаров послужило неосторожное обращение с огнем населения. Созданными мобильными группами проведено более 825 рейдов. Проинструктировано свыше 7 тысяч человек. К административной ответственности привлечено 85 лиц. Из них 46 предупреждений, 39 штрафов. Оперативно на помощь пожарно-втушении огня приходят добровольцы и мобильные группы. Бригады закреплены за каждым лесным хозяйством. Вовремя обнаружить возгорание помогает современная техника и космомониторинг.